Одно это окно разрешает здесь делать все, что угодно, и ты уже, не знаю, в Италии, во Франции, где? В Амалийнау, в Калининграде, в бывшем Кёнигсберге. Да, на самом деле, когда вы увидите фотографию, как выглядела эта комната, вы вообще, наверное, не поверите, что это одно и то же помещение, потому что здесь, во-первых, мы также подняли потолок, оголили балки все, вот, зашили деревом все внизу, и окно здесь было выше, то есть окно было где-то примерно мне по пояс, оно было без раскладки, оно было какое-то несимметричное, старое, и здесь никакого балкона у нас не было, у нас начиналась крыша. Когда я увидела эту комнату и увидела сад яблоневый, который открывается перед нами, то мне сразу захотелось здесь такой вот французский балкончик, где я просто, я не встаю туда, да, а просто сижу, сижу с чашечкой чая, кофе по утрам, с книжкой, я здесь могу лежать, я могу здесь загорать. Я купила две подушки в Икее, запрещеночка, и на самом деле мне многие пишут, что, боже, мне страшно за ваших детей, как можно выпустить детей на такой балкончик? Ну, наверное, я буду объяснять детям, что это балкон, как бы здесь можно стоять, то есть меня наша крыша выдержит, да, и как бы, да, конечно, здесь сидеть, там перегибаться лучше не надо. Вопрос, это дверцы из Леруа? Да, да, это мы сделали дополнительную систему хранения и для детей прятаться. Вот, то есть, так как эта тоже часть была зашита стеной, вообще у нас батарея, батарея у нас стояла вот здесь, по-моему, мы переставили в бок батарею, и вот это пространство тоже у меня все внутри уже обшивал муж. Вот в этой части у нас, собственно, вот матрасики хранятся, ну, пока матрасики. На самом деле я прошу мужа, потому что поняла, что мне нужна еще вот здесь полочка посередине, для матрасиков слишком жирная, я могу сюда еще постельное белье складывать или еще что-то. Зингер, да, у нас там в углу стоит? Нет, это старая станина, если честно, фирма-то вот есть, F&R, я не знаю такую фирму, это, скорее всего, старая немецкая, я ее купила на Авито, она чугунная, очень тяжелая, в принципе, все то же самое, что у Зингера, я купила ее отдельно, именно как станину, мы ее привезли, покрасили, отдельно я купила на Авито слэп, спил дерево, мы его отпилили, потому что слэп пришлось купить трехметровый, мы его даже, по-моему, ничем не покрывали, то есть это прям вот натуральное дерево со всеми своими несовершенствами, шероховатостями, это небольшое рабочее место, при желании эту станину я буду ставить перед окном, особенно зимой, когда мне не нужен будет балкончик, и здесь вполне хватает места, чтобы можно было поставить кресло рабочее, его отодвигать, то есть мы уже пробовали, мы примерялись, муж у меня здесь уже проводил встречи онлайн. Стульчики из кухни, да, приносятся? Вполне, ну, во-первых, у нас вот стульчики как раз, то есть, да, на приход гостей, там у нас стульчики есть, вот, но потом я думаю, что я сюда что-то еще докуплю, возможно, рабочее кресло отдельное будет, да, поэтому сделаем. А вот еще у меня вопрос, Жень, вот такие своды у крыши, просто я снимала в домах афрейм видео, ну, есть разные вариации такого скоса, и слышала однажды, и даже не однажды, что такие своды давят, вот. Давят? Ну, в принципе, если очень сильно к ним подойти и вписаться, то, наверное, да. На самом деле все гости, кто приходит к нам, просто пищат от восторга, я не могу сказать это по-другому, все говорят, боже, как я хочу здесь пожить, и на самом деле все лето мы сдавали эту мансарду гостям Калининграда, кто приезжал, они останавливались именно в историческом районе, и очень много хороших было отзывов, что людям именно нравятся нестандартные планировки, особенно попробовать пожить, да, может быть, себе бы они не хотели, да, дерево, потому что это тоже пылесборник, да, нужно как-то это за всем этим ухаживать, вот, но при этом смотрится это красиво, и нет, мне ничего не давит. А еще хочу поговорить про кровать, и вот я часто, опять же, видела, когда кровать придвигают к концу к стене, но вы оставили прям 10, наверное, 15 сантиметров, и ты знаешь, я туда вполне с камеры поместилась, пока снимала красивые кадры пустой квартиры, и этого достаточно для того, чтобы подойти, что классно. Да, кровать мы купили на Авито тоже, я долго искала, дело в том, что я хотела купить кованую кровать в Икеа, есть там такая серия без дерева, просто черная, потому что подходила мне под станину, но Икеи нету, везти получалось очень дорого, поэтому я начала искать варианты, и долго мониторила, купила на Авито, и в итоге вот нашла тоже такой вариант, который мне понравился, под ретро, да, соответственно, мы ее всю разобрали, здесь тоже был другой цвет, мы все это, тут было такое залачное было цвета какого-то ореха, мы это все зачистили, покрыли заново, собрали, и вот получили такую кровать, вот. А проход, да, то есть с этой стороны будет спать мой муж, ему больше места, да, и даже коврик достался, а я как маленькая худенькая, то есть я вполне себе прошла, даже развернулась, да, и вместе с кроватью. Ну, да, если что, вот место хоп, и отвоевала чуть-чуть. Да, 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 вот так, хоп, и все, да, по крайней мере, я не буду спать лицом в стену, да, и я всегда могу встать и спокойненько выйти. Поэтому, да, место, на самом деле, понимаешь, что когда очень много места, это надо еще все убирать, да, продумывать, а когда его немного, то как-то все вписал, и вроде как ничего, нормально. Так, ну и вот оно место хранения, да? Вот, да, нас трех детей уместит здесь всю одежду. На самом деле, это было два шкафа с полочками, то есть вот здесь тоже были только полочки, полочки, потому что шкаф со штангой, он глубиной 60, он у нас сюда не встает, у нас ниша, по-моему, 45 или 50 максимум, ну, то есть, если сюда 60, это будет вот досюда, оно будет и закрывать выключатель, и дверь не закроешь, как бы, то есть, поэтому я искала шкаф максимально, который можно сюда компактно впихнуть, и единственное, что у меня влезло, это вот такой, это же больше шкаф, как даже не для одежды, а как буфет, такой книжный шкаф, у него всего сантиметров, наверное, 40 глубина. Я думаю, что я, опять же, что-то еще придумаю. Камбот, например, да, решит проблему. Да, да, да. То есть, понятно, можно придумать. Дверь частично покрашена, потому что ее ждут преображения? Ой, идея была именно покрасить вот так, но я хотела купить краску вот эту. Вот такую? Но еще я ходила с пледом в магазин, и ходила я за этой краской три раза. У меня три зеленых банки, одна оливковая, другая фисташковая, и третья вот такая вот. И когда я купила третью банку, и нанесла ее, и сказала мужу, стираем? Муж сказал, говорит, нет, просто, говорит, оставь ее. И я оставила, подкрасила белым, чтобы на контрасте это не было такой вот прям дичью. Потому что вот с этой стороны я оставила без белого просто вот зеленый, собственно, кусочек. Я уже привыкла, если честно, я на эту дверь не смотрю.